Всем привет, меня зовут Алена, вы на канале Казява Арт, и это вторая часть видео о том, как нарисовать калибри. В этой части я буду прорабатывать детали и покажу, как я заштрихую полностью рисунок. В руках у меня карандаш 2B, местами мне еще понадобится карандаш HB, но прям очень редко. Все буду делать одним карандашом. Это у меня механический карандаш фирмы Eric Krauss, можно взять абсолютно любой другой механический, который у вас есть в ближайшем магазине. Главное, чтобы он был тоненький, и грифель у меня 2B. Можете, ну, любой там HB еще продается, он такой посветлее будет просто. Первым делом я начинаю наносить штриховку на клюв и на голову первой птички. Сильно на карандаш не давлю и стараюсь рисовать как бы перышки такие. Ну, если, грубо говоря, как, ну, просто капельки какие-то, что ли. Рисую в хаотичном порядке, но так, чтобы они друг по другам не стояли, вот эти вот дуги. И чуть-чуть надавливаю на карандаш, чтобы получилось как бы сверху темнее, снизу светлее. Далее прорабатываю перья уже на крыле. Самое темное место это будет вот в этом месте, я не знаю, как оно называется, между, короче, вот этими перьями наверху и перьями уже на самом крыле. Теперь я провожу линии в конец крыла, как бы обвожу его и стараюсь рисовать что-то вроде перышка, то есть там такие линии идут под скос. Местами я их рисую, а местами все-таки сильнее заштриховываю, чтобы получилось более контрастное крыло. Обязательно оставляю светлые места, ну, чтобы, опять же, крылышко не казалось каким-то очень простым. И вот в таком духе сейчас буду заштриховывать все крыло. При этом давление на карандаш идет, сначала оно не сильное, потом чуть посильнее. Если у вас ломается грифель, многократно слышала от ребят в комментариях, что на механическом карандаше часто ломается грифель, сильно не вытаскивайте его, вы всегда его можете подкорректировать. Если у вас он длинноват, то, конечно же, он у вас будет ломаться при сильном давлении. Перехожу на крылышко на верхнее. В месте, где я штриховала обильно, то есть прямо сильно-сильно заштриховывала, чуть выше будут светлые перышки, то есть на краешках. Таким образом, они получатся немножечко объемными. Пузико я также немножечко заштриховываю, добавляю туда несколько линий. И спинку тоже заштриховываю, но, опять же, не давлю на карандаш в этом месте, чтобы она была такая, чуть светленькая. И вновь перехожу к перьям, только уже на хвосте. Рисую так же, вот как перо хоть раз рисовали, там получается линия посередине, и потом ответвления идут. Сначала в одну сторону, и с другой стороны в другую сторону. Вот, и здесь то же самое, ну, как обычные перья. Штриховка идет темнее с одной стороны, светлее с другой стороны. Таким образом, они, перья тени пересекаются, то есть у одного светлого, другого темная сторона, и они как бы чередуются, и выходит, что перышки, они как по отдельности стоят. Все, хвост заштриховала, на самом теле немножечко подштриховываю, беру карандаш HB, он, наверное, только здесь мне понадобится, заштриховываю брюшко калибри. Просто очень легко наношу сначала в одну сторону штрих, потом в другую сторону. Делаю это для того, чтобы брюшко было не обычно белым. Белого мне хватит, и возле глаза хватит, и на крылышко где-то, там, в светлой части. Перехожу к штриховке цветка. Цветок вообще очень легко штрихуется. Особо, так сказать, не соблюдаю никакие правила. Просто с одной стороны делаю темнее, с другой стороны делаю светлее. То есть, если я, допустим, это листик, то я снизу просто заштриховываю, а сверху оставляю светленьким. Таким образом, получается менее более объемно. Не люблю сильно заморачиваться на штриховке обычных рисунков. То есть, если вдруг я рисую какой-то более сложный рисунок, где требуется прям штриховка, а то там прям вникаю. А здесь, мне кажется, и так очень красиво получается. Как вам кажется, красиво? Нет? Или стоит все-таки углубиться в штриховку и делать так не более объемные какие-то картинки? Продолжаю прорисовывать цветочки. Здесь я просто обвожу их сначала и потом с одной стороны заштриховываю. Опять же, чтобы по типу как блик получился немножко. Все, я рисую лепесточки. И как раз здесь мне понадобится вот этот вот 2Б карандаш механический, чтобы делать тоненькие волоски. Вот эти вот. Я их еще добавляю в некоторых местах. Эти, которые я добавляю вне первоначальных вот этих усиков, они получаются тоньше. И как бы создается такой 3D эффект, типа они где-то сзади, далеко, а эти где-то спереди. Беру опять карандаш 2Б и начинаю заштриховывать стебельки. Они должны быть достаточно такими толстоватыми, но не сильно толстыми, чтобы там никак не отвлекало от птичек. Все-таки основное в рисунке это птицы. Ну и цифра 8, соответственно, да? Когда будете рисовать в цвете, если будете рисовать в цвете, рекомендую сделать стебельки потолще. Если вы рисуете так же, как я, карандашом, можно сделать их такими же, как они и сейчас. Оставить вернее. Еще такой момент, что возле стебля я всегда штрихую посильнее. То есть штрих там более такой, как бы, так сказать, ярко выраженный. И от этого тоже создается эффект такой, типа ближний и дальний. Все это дело обвожу, заштриховываю лепесточки. А в целом на всю, на все про все, на эту работу ушло где-то час. То есть сначала я рисовала самих калибри, это где-то минут 20. И потом штриховка заняла еще минут, ну, наверное, минут тоже 20. Даже меньше часа получается, где-то минут 40. Вот, в целом. Стебельки снизу делаю потолще, немножко захотелось мне их толще сделать. И продолжаю штриховать цветок. Здесь также обвожу сначала, потом заштриховываю снизу. Цветок, если вы не смотрели первую часть, то рекомендую посмотреть. Там я делаю построение и, собственно, рисую весь этот рисунок. Если у вас возникло желание нарисовать какой-то другой цветок, я буду только рада. У меня это просто какие-то рандомные цветки на что-то похожее. Может быть, кстати, ярые садоводы скажут мне, что это за цветы. Может быть, кто-то там цветоводы есть, ребята, которые смотрят. Скажут, на что похоже. Может быть, я просто нарисовала какие-то непонятные полевые цветы. Но не суть в цветках. Тут суть в том, что это все-таки праздничный такой подарочек. Цветные. Это цветы должны быть цветные. Канарейки тоже прикольные цветные. Чтобы это все доставляло какое-то праздничное ощущение. Начинаю штриховать вторую птичку. Сначала наношу я перышки вот такие вот. Пузико тоже подштриховываю немножко. Здесь я начала с малого вот этого. С малой этой части пера. Ой, пера. Крыла. Все, уже заговариваюсь. Пера, крыла, уже все. Убираю, кстати, некоторые линии пластиком. Пластик это у меня клячка. Рекомендую, кстати, штука хорошая. Начинаю штриховать крыло. Возле основания будет темнее. И на краешках будет темнее. А посередине можно сделать небольшой блик. Я думаю. Так как я крылья не особо хотела вообще прорисовывать. Ну, то есть штриховать, да, и делать контрастными. Я их уже так от болды делаю. Но все же соблюдаю штриховку пера. Но уже делаю это не так тщательно, как хотелось бы, допустим, мне. Это как от письма. Рука устает. Но тебе все равно нужно дописать. Это уже пишешь, пишешь. Как попало, пишешь, но пишешь. Здесь у меня тоже уже рука устала. Это не первый рисунок был за день. И она уже начинает, ну, медленнее штриховать. Процесс штриховки крыла я ускорю. Тут, в принципе, все понятно. И начинаю штриховать тельце. Больше похоже, будто бы я рисую ей шерсть. Почему-то. Хотя хотелось бы нарисовать, конечно, перья. Я видела, что на груди у них там не то, чтобы перья, а там очень похоже на шерстинки. Ну, я знаю, что там перья, но они очень плотно друг на друге сидят. Мне кажется, будто бы это, ну, какая-то шерстка ихняя. И вновь штрихую хвостик. Опять же соблюдаю, да? Штриховку пера. И снизу немножко добавляю контраста, чтобы выделялось. На пузике тоже контраст немножко. И вот таким образом все это делала за штриховку. Все, и остался только вот внизу вот этот вот цветочек один. Здесь, в принципе, все понятно. Сначала прорисовываю стебель. Достаточно плотно, кстати, давлю на карандаш, когда рисую стебель. И далее начинаю просто добавлять контраст в лепесточки. Мне так понравилось рисовать эти усики. Все они такие, не знаю, какие-то прикольные. Здесь хочу еще потолще сделать стебель. И готово. Вот такой рисунок у меня получился к 8 марта. Калибри. Как вам понравилось, не понравилось. Напишите об этом обязательно в комментариях. Если кто-то рисует со мной, отправляйте фото своих работ мне в социальной сети. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...